Добрый день, на связи М.Кабацкий. Сегодня мы продолжим с вами проходить игру Cyberpunk 2077 у нас на консервативном канале. Это 109 часть и сегодня нас ожидает гонка по миру Night City, поэтому если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления, ну и конечно же приятного просмотра, не забывайте писать комментарии. А в описании есть ссылочка на предыдущие 108 частей, которым крайне настоятельно рекомендую посмотреть после сегодняшней серии. В общем, тпхнулся я не на записи вот сюда, продал всякий хлам, у нас теперь почти 113 тысяч, можем скоро купить самую дорогую оставшуюся машину. У нас тут задание королевого автострад Пустоши. Выходит, тебя ждет свидание с Клэр и ее турбопитомцем в долет городской кутерьмы. Интересно, сколько трупов сохнет под солнышком с прошлой гонки под песком Пустошей. Смотри, не окажись, среди них, а то природа тут опасная. Бугристые равнины, песчаные бури, духи на бронированных машинах, в общем, все как обычно. Окей, давайте, типа вот мы сюда пришли, наверное, надо подождать. Позвоните Клэр, чтобы начать гонку. Окей. Вид тут, конечно, красивый. Привет, Клэр. Что по следующей гонке? Сложное будет. По бездорожью и под пулями. Возьмем моего зверя. Хочу опробовать в поле. Круто. Если что, я уже на месте. Отлично. Скоро буду. Окей. До встречи. До встречи. Сесть и подождать. Ох. Это твои проблемы. У кого там проблемы? Некоторое время спустя. Че тут за диалоги? Привет, Ви. Рада тебя снова видеть. И я тебя. Ну что, очередная гонка? Вторая из четырех, я надеюсь. К бездорожью готов? Болельщиков маловато. Что-то болельщиков не дофига. Кто захочет торчать на жаре? Ну да. Скорость, безумие, симфония искореженного металла. Скукота? Говоришь, не просто будет? Это пустоша, детка. Тут власти нет, и можно все. У тебя будет полно работы. У тебя тоже. Ошибешься и будем как перекати поле весом в четыре тонны. Нет. Прикольно, у нее аж два кулона тут. Сейчас я хочу ее запредскринить. А, блин, глаза на. Испортила. Хороший кадр. Ладно, не хочу на солнце плавиться. Подожду в машине. Давай. Давай. Жди. А я приду через 10 лет. Здесь машина Клэр. Слушайте, одну секунду. Тут на телефоне сообщение. Сейчас чекну и продолжим. Все, я туточки. Давайте прокутимся по бездорожью. Все, что такое? Просто хотел удачи пожелать. А, что? Спасибо. Как мило. Один. Погнали. Так, а куда ехать-то? Конечно. А, все. Чекпоинты. А, все, дорожка тут снизилась. В тот раз мы вроде как загружали щепку с этим маршрутами. Но в этот раз что-то мы ничего не втыкали. Походу заранее все прописано. Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Блин, слушайте, круто. Я не знаю, конечно, какой смысл от этой стрельбы тут. Чисто декоратив. Но по бездорожью. Кстати, тут у нас не было выбора. Там мы могли... Вау. Могли на свои-то... А это так было до этого, кстати? Я не помню. Напишите в коменты. Спереди прикрепили игрушку Мне почему-то сразу GTA 5 вспоминается Тут подсказка, если я не забуду добавить ее На наше прохождение GTA 5 Можете посмотреть, рекомендую Там у Тревора Филлипса такая же была штука Только с Мишкой На машине Я стараюсь тут Камеры не мотать, потому что чуть-чуть припаркуемся Не так Не впишемся в поворот и все Гонка окончена Финишируем досрочно Не хотелось бы Поэтому Действуем Аккуратно Почему они прям так плотно прижимаются Что-то управление потерял Не, на самом деле Казалось бы, вроде трасса довольно прямая Но не такая-то и простая Окей О, мы еще по запретной зоне будем Прекрасно А, тут даже отключили это Сейчас будет агриться Бой, нет боя А, кстати 16.35 точек 17 Это мы только половину трассы проехали Офигеть Гонка реально не маленькая А, ну по трассе будет, наверное, чуть попроще А, они едут там где-то Далее А, трасса оказалась недолгой О, успогодилось Жалко, наверное, хотя Я просто интерес... А, не так вот А, нельзя на карту смотреть Блин, я хотел посмотреть Сколько мы тут проехали Ну, чтобы оценить масштаб гонки Было бы прикольно глянуть Офига, они такие белые Музыка Это, получается, только вторая гонка Там еще две, как минимум Назад лучше не смотреть Там какая-то дичь начинает сразу происходить То чуваки не вписываются То друг в друга Толкают Не, им у нас не догнать Надо очень сильно постараться Ииии Давай, 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 давай Ииии Даааа Эклэр 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 Вы молодцы, мы выиграли Весосвесанчуре Гони к финишной линии Фигасич Да-да-да, мы крутые 3000 нам дали почти за гонку 1080 Что про я скажешь Что про меня скажешь Неуверенно режешь повороты И оттормаживаешься Кек Еще не жалеешь, что пустила меня за руль Пока нет Приступил бы лучше, чем я Был Он был прекрасным мужем И отличным рулевым Как он погиб Ты делаешь, что ради него Ты гоняешь в память о нем? Он обожал гонки Чувствовал машины Как никто другой Разговаривал с ним Когда он садился за руль То просто сливался с машиной Без всяких имплантов Ну что, постараемся выиграть? Я на тебя рассчитываю Угу Удвести до моего гаража Так Блин, у него была улыбка А что-то она все кадры режет Хотел заскринить ее красиво так Руки сложил Так это Блин Ну тоже неплохо Ну давай Давай, спасибо Ну поехали Поехали Все так стоят, фоткают Да-да, мы задожили У меня вот это вот вообще прикол Да блин, ну как так-то? Что-то колбасит, конечно, знатно Да А как не А? Угу Диалоги какие-нибудь будут, нет? Или это будет просто поездка? Вау Кибербак О, мы даже сквозь себя смотреть можем Офигеть у нас Шея Ну и раз они не разговаривают Я пропущу поездку Если бы что-то там Какой-то диалог, экшен был Ну так типа за компанию прокатились Если бы вот этих телепортеров бы не было Это было бы очень полезно А так это чисто, ну, для атмосферы больше Че, свар Окей, задание выполнено Такс Ну и вроде как По журналу, если посмотреть У нас А, ну это Панам Это автостралии А, две из трех Четвертая Это финальная гонка будет Ну в принципе остается только оседлавшая бурю Пока ничего не происходит Встретиться с Панам Похоже, дело серьезное Такая крутая леди, как Панам Не позвонила бы тебе без повода Я бы на той месте не раздумывал Мало ли, что у нее там случилось Лагерь Альдекальда ждет Окей, давайте смотреть У нас А, точка телепортера прям тут Показалось Наверное Тут точка телепортера есть Прекрасно Погнали Вот сюда Постараемся сегодня как можно больше Всех этих второстепенных Заданий поделать Если они будут выскакивать Вообще хочется уже по сюжету Тоже двигаться Но Вначале второстепенные Потом сюжет Что тут Просто о кочевниках Начнем с того, что вы ничего не знаете о кочевниках Книги, брейндансы, средства массовой информации Лгут вам И будут лгать, пока вы сами не захотите узнать правду Если Кто-то говорит, что кочевник это профессия Не верьте Это стиль жизни В любом клане вам расскажут о нем больше Чем на всех телеканалах Вот что вам нужно знать в первую очередь Кочевников больше двух миллионов Само собой у них есть иерархия Она видна во всем Если знать на что смотреть Кочевники делятся на несколько народов Народы делятся на кланы Кланы на семьи Их легко отличить по цветам Клановым курткам Наклейкам на машинах и мотоциклах Они подходят к этому вопросу серьезно Следуйте их примеру Если у вас нет желания уехать Домой со сломанной челюстью Не путайте кочевников со ржавыми стилетами Многие из них не простят вам ошибки Стилеты это убийцы и выродки Которых вышвырнули из кланов Или обычно городские преступники Которые скрываются от полиции Стилеты сбиваются в банду не потому что так удобнее А потому что у них нет выхода Ни один здравомыслящий человек не станет с ними работать Поэтому они в основном зарабатывают прибежом и разбоем Происхождение названия ржавые стилеты неизвестно Но скорее всего за ним стоит некая очень неприглядная история Кочевники зарабатывают на жизнь наемной работой Народ занятий определяет стратегия Определяется наверное стратегия отдельной семьи или клана Одни спахивают земли агрокорпорации Другие перевозят грузы и охраняют корпоративные конвои Кто-то перебрасывает через границу контрабанду Кто-то помогает людям исчезнуть с радаров Разъяренных компаньонов или кредиторов Вы платите, они выполняют заказ Затем пожимаете друг другу руки и разъезжаетесь Это самое основное Если нужны подробности, собирайтесь Духом, езжайте к кочевникам Удачи А вот этого текста не было А вот эти деньги я взять не могу Чё как пацаны Я тут лутаться пришёл Калифорнийская стена Сейчас я хочу убедиться По-моему не читали, но прочитаем Почему Южная Калифорния отделена от своей северной сестры? Власти на США скажут, что из соображений безопасности Сознание людей Север связан с разбойными нападениями кочевников, нелегальными мигрантами и безнаказанностью преступников Стена необходима, чтобы проводить таможенный контроль и пересекать перевозку контрабанды Причём не только наркотиков Растёт рынок сбыта нелегальных киберамплантов, биотехнического снаряжения и ценностей с орбитальных станций и из лунных колоний Я это понимаю, равно как и то, что на пограничных блокпостах меня лишают права на приватность Меня сканируют и регистрируют камеры, мою машину держат на прицеле военные дроны Мои координаты передают орбитальным системам быстрого реагирования на случай, если я вдруг окажусь террористкой Мелитех или другая корпорация выгрушает тендер на охрану Стены напоминает мне, что проходя через металлоискатель, я на короткое время оказываюсь в боевой зоне Вот что такое стена Напоминание Напоминание о том, как хрупка независимость нашего города и свобода нашего общества Я живу в Найт-Сити, поэтому вижу стену довольно часто и каждый раз вспоминаю о том, чего стоит мир Хорошо это или плохо, решайте сами Даже можно сказать, отсылка на всякие более современные Ну даже на те же сканеры и прочие в аэропортах Значит это без... что с вами? Регулы? Кочевники на месте взрыва Корпорация Найт хорошо оплатила всем, кто помогал разбирать радиоактивный завал на месте взорванной Аросака Тауэра, а также обеспечивала работу биомониторами и необходимыми имплантами По словам очевидцев, треск счетчиков Гигер на месте катастрофы был оглушительным Сейчас можно лишь гадать, сколько участников расчистки вскоре погибло от лучевой болезни На отчетной пресс-конференции и корпорации городские власти заявили, что количество смертей было сведено к минимуму Однако официальную статистику опубликовать отказались Впрочем, этого никто не требовал, поскольку спасателями, инженерами и рабочими в большинстве своем были не жители Найт-Сити, а кочевники Об этом не сообщают в новостях, они рассказывают в школах, но для работ были наняты сотни обитателей пустошей, в основном из кланов Аль-де-Кальда Им нужна была прибыльная работа, а городу профессионалы, которые к тому же готовы были рискнуть жизнь ради того, чтобы Аросак смогла взвести на месте разрушенную башню новую История, как известно, бывает иронична Те самые кочевники, которые презирали нашу так называемую систему, оказались ее спасителями, причем не в первый и не последний раз Довольно интересно Да чего вы так на меня пялитесь? А, все, типа опустил, типа все, я не пялись, все нормально Мы тут были, но... Странно Тут вот эти записочки мы не подбирали Поваренная книга кочевников была у нас, это я прекрасно помню, прокручу Кому надо на паузе, может, освежить знания Не, ну что, пропадать, да? Ну чего вы все такие шугливые? Что, я же закон не нарушил Попробуем это объяснить Потому что мы сюда приходили, но мы ничего не подбирали Мне нужен имплант Прямо к делу, мне это нравится А кому он не нужен? Я посмотрю, я брать ничего Так, это... Это не самые лучшие Кожа у нас что, подкожная броня А, ну это огнеупорное покрытие, дать не успею еще сгорению А, ну, окей Так, тут у нас керезников Более продвинутый, синаптический, ускорительный Этим я не пользуюсь Иммунная система, что-нибудь у вас вообще вообще ничего нет Иммунитет не слышали У нас здесь микрогенератор можно апнуть Стимулятор адреналина Восстановление выносливости Восстановление здоровья Вне боя У нас более передовая стоит Биопроводник Восстановление всех киберплантов на 30% В принципе, знаете, ничего меня тут не удивило Кероси у нас, кедоси и так самая Продвинутая Тут у нас мехатронное ядро Мегадиск, увеличивает объем памяти кибердеки В принципе, мнемонический усилитель А он что делает? Наверное, исполняет 3 единицы памяти кибердеки при обесрежении врага Ну, копейки стоит Дополнительная АЗУ Восстановление кибердеки на 0,15 секунду Ну, копейки стоит, еще не обновить бы Кости и мышцы Ну, титановая кость Микрофтора Не, у нас вроде как Из того, что тут есть, самое передовое Смартлинк Это тоже нафиг не надо Это были ладони Руки, базуки Руки гориллы О, есть более Сколько? 22 Sims Я не буду ничего такого брать Что порекомендуешь из имплантов? Ну, ты же знаешь Киберимпланты это как туфли Смотря кто покупает Нетранер возьмет одно Соло другое Но, если думаешь задержаться в пустошах Есть смысл вложиться в маскировку Голокожа, активный камуфляж Вот это все По сравнению с городом Здешние места выглядят пустынно Но это не значит Что тут безопаснее Мой тебе совет Не шуми и не привлекай внимание А то оглянуться не успеешь Как попадешь в передрягу Да, очень важный совет Кому-то тут было, походу, очень плохо Потом мы, скорее всего Вначале докупим Что-нибудь есть? Три сообщения Читаю внимательно Аманда Нельсон зашифрованного Вначале докупим тачки На старшие деньги Будем мы план-то апать Как-то ночью А, это спам Внимание, зафиксирована атака Тоже спам Выигрышки, доси Да-да-да Это тоже мы читали Латиноамериканский воин Это мы читали Это я заберу Вот в эту машинку сзади не залезть Нет Смахнуть пластинку для Джонни Специально Неизвестный автор Смерть наемника Не уверен Не была я ловкой Быстрой или сильной В проводах лежу я Как в гнезде змеином Я ли натворила Сделали лиль со мною Таю, пропадаю Шла, что быть с тобою Беспокойным роем Лезгающих точек Бледный гнев Упорству голову щекочет Тисну землю Как сок Липких ягод Игла в пищеводе Холод тот, что из крестей Всех прочих Конец мой приходит Мелким орешком Качусь Я в ребра Рассвета Давней юности Сила Скукожилась И из трухлеющих Пней Сыпет медленно В воспоминания Дней важных И срочных Где нас Обняла Немочь Досады В тот лес Иду Где буду Лишь с тобой В лес Мест Невиданных Во сне Дорогой Бесконечной А белесые Бредни Страстей На дрожащий Летят песок В этом Гле Едва Вижу Твой силуэт Буря Что снова Вьется Во мне Чтоб тебя Колыхать Соломой Травой Лишь стеклянную Пыль Заметет Короче Это японское Походу Творчество Эти Как они там Бусисик Не помню Как они называются Никакой Стиль И красоты В них такой нет Но типа Смысловая Значимость Присутствует Кто бьет Банки Что-то мы идем Что-то все бьется Я не буду А вот здесь А На это мы туда И должны идти Вот этот мелкий Ширпотреб Он в принципе И не нужен Но я смотрю Тут может быть Запись Чего все такие Сакунишки Никого не трогаем Потому что Ну сами понимаете Видите Тут некоторые записи Были новые Вот тут у нас Дубай Песок смерти Это мы Читали Это я помню Вроде как Очень интересно В компе Что-нибудь есть Три сообщения Спам 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 Прям как в реальном письме Обзор на NoLife 3 Half-Life Да-да-да Это мы читали Под кайфом Все Даже молочи Что-то шугается Да что тут у вас Случилось Наверное Их просто смущает Что пришел Какой-то незнакомец Ты лет Их тут все Что плохо лежит Деньги смахнули 13 долларов Ладно Ну так Краем глаза посмотрели Там в принципе Все повторяющиеся Сюда я по-моему Не за А ну вот это Не подобрать Заглядывали мы сюда Да Так спаумер Спасибо что приеду Сэндок подождал Товернулся Льде Кальдо Раскажи Когда ты успела Помириться С Эльде Кальдо Ты не падал Блин опять Кадр не очень Удачный Ну знаешь Я еще с ними Не помирилась Они по-прежнему Меня бесит Понимаешь Это семья Ну да Ну рассказывай Что у тебя Духи схватили Соло Этот идиот Уехал с небольшим Патрулем И так и не вернулся Это точно духи Мы понаблюдали За их лагерем Они там держат пленных В том числе Кого-то важного Нам надо Отбить Соло Не знаю почему Но Я решила Обратиться к тебе Потому что Мы Чумба Я помогу Но не за даром Само собой По нам Мы же друзья Мне казалось Ты знаешь Осторожнее А то я в это поверю Потом от меня Не откажешься Не бойся Переживу Ну Дружба Дружба Но ты же Не побрезгуешь Одну из лучших Снайперских винтовок На западном побережье Град от Техтроники Ты уже видел Ее в деле Плюс получишь Уважение Аль-де-кальдо Звучит неплохо Когда возьмешь Ее в руки Поймешь Что это не неплохо А круто Пошли Меч Меч А меч В руки взять Следовать А опять эти походки Ходьба Ну После того Что случилось Со Скорпионом Ну Значит Соло Крышка Не обращай Внимание Ты правда Хочешь это сделать Кто-то же должен Ты ведешь себя Как сумасшедшая Ты в курсе Кто-то же должен Два раза Одно и то же По-моему Диалог Завлючил Хотя Сам прикольно Что это уже После того Как мы тут Прошлись А вот что-то Мы там даже Не взяли Она подождет Криминальный блок Да Это было Колесико Давай Скоро Опереться на машину Топ название А что Инток Ну что Как будем действовать А что Что не так Если мы просим помощи У чужаков Значит у нас Все очень плохо Поэтому мы Все сделаем По-тихому Лобовая атака Это самоубийство Меч уже занялся Разведкой Ви пойдет В лагерь духов А я буду Прикрывать его Издалека Ну пойдем Дай А как же остальные Для тихой работы Как раз Двоих хватит Не то чтобы Мне не хотелось Пойти с вами И придушить Пару стилетов Да Просто Да ты оглянись После атак Пол лагеря Не стоит на ногах Провианты Боеприпасы Застряли Где-то Падрина Насчет техники Лучше Промолчу Мы глубоко В жопе Парень И лично Я сомневаюсь Что мы выберемся Оттуда А не переместимся Еще глубже И вы просто Понадеетесь Что с ним Все будет хорошо Страшно подумать Что бы вы делали Если бы речь Шла о ком-то Менее важном Ты переходишь Черту Так спокойно Ему не обязательно Понимать Что-то по его Вражелец Этой фразы Не особо Нравилось Я запустил Дрон Над лагерем Духом Глянешь Или будешь Дальше Выражать мнение Как то и дела Меч Как ты Вот бы Изолента Могла решить Все проблемы В мире И вообще Ты бы лучше Думал не про меня А про Соло Будешь смотреть Или нет Ну давай Только недолго На дроне Активная маскировка Чтобы стилеты Не заметили Она быстро Садит батарею Посмотрите Ворота Так и стилагеря Так и стилагеря Пройдем Пройдем Через нее Как вариант Еще есть проломы В стене Или плохо Охраняемые Участки Угу Может они Везли технику А может Сол Был Не единственным Пленником Так я же Просканировал Че не так Следы ведут К грузовику Можешь его Просканить Бронированный Нестандартный Пуст Вероятно Служил Для перевозки Незаконных Грузов Похищенных Людей Это главное здание Сол Скорее всего Тут Комплекс Большой Это все равно Что искать Иголку В стоге Сена Если они Еще не разобрали Там всю Электронику Можно подключиться К камерам Надо только Найти пункт управления Ну в принципе Смотрю Тут Понакрутили Локацию Не знаю Успеем И за сегодня Всю Осмотреть Но постараемся Ну осмотрел Осмотрел И вообще Так пофиг Главное Мы так С поколитаем Ну это уже Что-то О Заметили Окей С этим Уже Можно Работать Вопросы Есть Да Подытожим Повтори план На всякий случай Господи Преимущество Ты вытаскиваешь Соло И мы втроем Уезжаем На полной скорости Теперь все ясно Предельно Да Едем за солом Отлично Мич Фургон готов Я сделал что мог Вы глядите сами Куда глядеть А Угу Или нет А Сюда Мощная работа Скорее Мощная импровизация Ну это все Что у нас есть Чуть не забыл Я тут кое-что подготовил Если Соло Еще не обнулили Ему пригодится Вот это Обогащенный Суперджет Лошадиная доза Быстро Его на ноги Поставят Надеюсь Вряд ли Я смогу на себе Его вынести Ну что Мы закончили Виль Поедешь со мной Да Конечно Поехали вместе Вау Это что Тогда ты садись за руль А чего не ты Мне нужно Немного отрегулировать Оптику У нас что-то тоже Надо отрегулировать Скипи Можно мне эту Ладно Я что должен С этой штукой ехать Ну ладно В принципе Она сейчас И не мешает Как бы Но это Выглядит странно Там что-нибудь Нам написали Похоже Дело серьезное А Нет То же самое Круто Тогда я включу Залипать на мелодия Не А правда У меня вот эта штука Как-то напрягает Ну ладно Сейчас приедем Разберемся Под нее будет Забавно Прорываться Так Что с фонарями Почему фонари Красятся Как мы приближаемся Не могу поверить Что его вот так Изловили Ладно бы Кого другого Но Соло Ты говорила Что у него здоровье Не очень Да Но Он перевозил Гражданство Через границу Под бомбами Однажды Угнал цистерну У Петрахема Открыл клапаны Вылил пару восьмерок И поджег пустыню Чтоб детишки порадовали Я вот помню Соло таким У всех своих Умеры Ну да Только Только что Сейчас бы еще не Раздолбаться Туда по дороге Ну хоть далеко Нам еще тут А А я помню Это место Только не помню Были мы там Или нет Буря Так буря Выглядит страшно Страшно будет Если мы в нее попадем Надо ускориться Я ничего не вижу Я не знаю что она увидела Буря Еще раз Окей Где хоть я бурю должен увидеть Или это просто диалог Наверное надо было по этой дороге ехать сюда Не трогаем Пусть тусят То есть их не смущает Что мы как в базе потихаем Была бы это какая-нибудь Сан-Андре Мы бы уже давно Откопытились Все На выход Ага Я буду наблюдать Береги себя Окей Так Окей Попасть в лагерь Ну насколько Я помню Там у нас была Штучка Которую можно взломать Кстати По поводу взлома Взлом жопа 55-55 Окей Взлом протокол Плюс Не особо нам это понадобится сейчас Но на будущее Пригодится Инженерочка Плюс Так Я Я Лайка Нинджа Стайл Ну все Я на позиции Вижу тебя хорошо Да блин Что это Такое А я не знаю Что случилось Я Как бы Дожимаю кнопку Чтобы схватить его за шею Он что-то там Это Заглючило Что-то Открылся Вот эта штука На шифт Ладно Пушку потом подберем Ну все Я на позиции Вижу тебя хорошо А если я его добью С помощью скипи Это будет шумно Да Да Не Полиции не надо Ну ладно Хорошо Просто по стулсу Пройдемся Поубираем их А там уж По обстановочке Только вот тут Конечно же Все пособираю Что есть Куда же без этого Разблокируем Угу Разблокируем Все выходы Лишним не будет Легендаре Документационный пробиватель Блин А я надеялся Там наверно Может быть Еще какие-то Такие проходы Есть Но если они будут Мы их найдем Ладно Тут мы Как бы Это Типа мы Слушайте А у вас тут Мега до жопы У всех У вас по стулсу Противодействие Ну тут Много Леджендаре Документации Правда только Но Неплохо Тоже Фига себе Все в леджендаре Только два раза Документация На броненосец Если еще сюда Документация На хруст У меня все это есть Зачем мне эти документации Я их даже не продам Ну блин Мутант под луной Не помню Ночь выдалась обычная Ничем не примечательная Город задыхался От густого черного смога Заполнявшего Легкие сердца его жителей В тысячи окон Барабанил кислотный дождь Городской пейзаж Напоминал странную мозаику Из фортепианных клавиш За эти 30 лет Не изменилось ничего Я стоял у окна Я курил сигарету За сигаретой Думая о женщине Которую не видел С самого конца войны И вдруг я услышал Стук в дверь Такой же как 30 лет назад Секунду Неожиданно хрипло Сказал я И дотронулся До панели На стене Металлическая дверь Бесшумно открылась И я увидел Стройную женщину В черном Неомилитаристском платье Она ушла Покачиваю Позолоченные бедры Это мне Подождите Это мы читали Это я вспомнил Когда про позолоченные бедра Все сразу вспоминается Вот это можно хакнуть 55 БД 1С Нет Да 3 тысячи Вот это я понимаю Дело Какой-то мега Крутой гараж Что-то только нет Я могу это как-то Наверное У меня не надо было Это Можно мне это закрыть Дистанционно нет Я даже не уверен Что вообще его закрыть можно Что такие эти Ладно Фиг бы с вами Взяли сами себя Подставили В тени мега башен Можно сказать Что для нас Наступили стабильные времена Четвертая корпоративная война Давно стала историей Объединяющая война Совершилась На Сити стал Вольным городом Жемчужиной Между Двух Калифорний Если жить Здесь может сложиться Впечатление Что в мире все в порядке Это иллюзия Несмотря на то Что технологическая рецессия В 2020-40-х годах Понизила глобальный уровень Загрязнения Человечество все еще Борется за существование Изменения климата Неотратимы И непредсказуемы Ураганы Ураганы Торнадо Засухи Наводнения Природные катаклизмы Безумствуют на всех континентах Опустошают целые страны Источники чистой воды И плодородные земли Исчезают Голд по-прежнему Собирает свою кровавую Жатву В Азии В Африке Там где корпорации Не были заинтересованы Строительностью гидропонных ферм Развитие технологии Не только облегчило Нашу жизнь Но и стало причиной Нового заболевания Киберпсихоза О нем известно Уже полвека И ученые подтверждают Что расстройство Неразрывно связано С количеством плантов И прочих модификаций В теле человека Однако нам все еще Неизвестно Почему одни люди Подвержены приступам Киберпсихоза Больше чем другие Также не стоит забывать О прогрессирующем Расслоении общества В рекордных показателях Преступности В том числе В городах Таких как Найт Сити И ростите Общественного недовольства В связи с трудовой миграцией Почти в любой части Земного шара Огляните Найт Сити Уже начинает страдать От этих проблем Возможно Стоив в тени местных Мегабашен Вы думаете Что вас все это Не коснется Вы ошибаетесь Почти все тексты Тут хейтят Найт Сити В этой игре Так я тебя увидел Это куда ведет Комнату Спасибо Кепа Я думал Это не комната Ничего тут больше нет А здесь наверное Как-то Можно Куда-то вылезти А тут кстати Где-то там Они должны держать соло Слушайте Если я вот этого Чувака схвачу Мне скорее всего Заметит Да Ну давайте проверим Нет Не заметили Изи А его можно сюда Дайте его Утилизируем Тут как-то Слишком палевно Не хотелось бы Налететь на что-то У нас тут Нинчо ставил Здание Берегись паразитов Сол точно Где-то здесь Я это чувствую Помни что я тебе говорила Найдешь пункт управления Получишь доступ К хамерам Это кто сказал Мало ли Тело найдут Не хотелось бы Так светиться Зон А окей Автоматический Только аккуратно Ну это мы сейчас Прямо в главное здание Попадем Я хочу выйти На улицу А это если мы В другой стороне Зашли Видите Тут даже все Довольно нелинейно Можно проходить По-разному Хочу его убрать Это снайпер Вот только бы Вот этот Чтоб нас не запалил Пляя на его тело Скорее всего Спалят Где-нибудь здесь Вроде Безыну Насколько Можно сказать Что это безопасно В принципе Да вроде не должны Тем более тут Как бы Эта штука Закрытая Но если запалят Это будет конечно Фейл Мы же пришли отсюда Нет Записи с камер Нам нужны Изи Денежки Обрезание Или подрезание Кому что больше нравится О Фф Фф Семя Семя Фф Семя Один С Вот так вот Три штуки Можно мне эти деньги Зам Ну почему Это не та самая винтовка Про которую они говорили Наверное нет Что в компе Сообщение Итоги разведки Водопроводчик Джо Углю Кому уголь Территория подходит Для регулярных набегов Активность Кальда низкая Патрули Милитеха Липнут в своей базе Как мухи к говну Мы встретили Нескольких вооруженных Парней Изломщиков Но они продвинулись Глубь Что с ними делать Не трогать Насчет взломщиков Уголь Гадюки Как вы знаете Нам пришлось работать Вместе с другими Группами стилетов Из-за плохих сборов На юге Но больше этого не будет За границей Найд сити Мы сильнее всех А кто считает Что у нас тут Богодельная Система Вы знаете что делать Это наша песочница Срочно ваше наследство Это спам Это спам Файлы Нужно Клинике Нужны любые Конечности Гнезда для чипов Процессоры Биоадаптеры Целые Или почти целые Оптика исправная Экзоскелеты В любом состоянии Больше не принимаем Шлейфы личных портов И двигатели Они нам не нужны Мы за них не платим И не возвращаем Угу Если вы хотите удаленно Угу Ну я тебе посмотрюсь Че она там играет В комп О По нам Кажется я вижу Сола Его заперли в подвале И как он Трудно сказать Там темно Хорошо Спустись и забери его Надеюсь еще не поздно Угу А как теперь с камеры выйти С Злом протокола Плюс 500 Фига Окей Сол значит жив Эти деньги багнутые Кибербагнутые Ну давайте Аккуратненько По столсу Пройдемся Эта штука круче Чем то что у нас Это очки 65 и 80 Ну чуть покруче Угу Не так стильно Но блин Мы вообще с юбкой ходили Тут довольно долгое время В юбке Так что Верить там Можно мне это Спасибо А что нам в принципе Тереть нечего Так ну по кругу Мы прошлись Че спускаемся вниз Один чувак Два чувак Пусть пока чухаются Слушайте Подождите Это куда К этому пришли отсюда А окей Так А где официальный Спуск униз Должна же быть Какая нибудь там Лесенка Типа такой Посмотрите на радар Сколько их тут Это ж пипец Можно конечно с боем Не так круто будет Такой-то рисунок Можно смахнуть Не особо нам нужен Опять куча документации Леджендаря Причем одинаковых Какой смысл от них А че он пешком пошел Я нажал кнопку Чтобы он Ну вы поняли В присядку шел Он встал Ну я конечно понимаю Что Ви может вставать Но блин Можно было Немножко в другой тайминг Сделать Ладно Давайте сейчас Сразу его уберем Чтоб не мешал Можно не так вот нагло А че как только мы подходим Он сразу ведет обратно Это какой-то скрипт Нет Согласитесь Это Ну ладно Сейчас тогда уберем Делаем по-хитрому И если это не чисто скрипт Чувак нас запалил Ну никого это не колышит Жик Не палить некому Может быть задумано так Дверку я Наверное Черт Так ну вот этот чувак Не Мне не очень нравится Как он тут стоит Че-то чтобы дверь открыли Кстати Там еще Чего не высовывайся Ну да Логично Мега беспалевность Пан Антон Наверное Хренело Жик Ну вот это он Не знаю Мне он как-то тоже Не нравится Давайте его на всякий случай Тоже контрольно Уберем Можно даже попробовать Зарезать Вроде никто не запалил Так что спокойно Убираем Мусор Можно мне его выкинуть Чувак отошел Это следы наверное сканирует Блять Не ну клинкиш надо качать Надеюсь И в конечности Это не слишком палевно Сейчас кто-то идет Там чувак О Ноу Леджендарь Нашли Круто Камеру Вроде не должен увидеть Изи Изи Ну ага О О Еще Камеру Потрогать Я Ви Простой Я Ви Инженер Простой Вижу Камеру Сразу Трогаю Её Я Ви Атлет Простой Вижу Теперь Выломаю Её Даже Допустим Нам бы сюда И не надо Было Киблоскоп Это мы читали Был этот текст у нас Документация рваной раны Нужно Клиники Ну а ну это кстати повтор записи из письма Так что Они тут походу лечат Лечили Тут у нас Джош Коворкин Прекрати Начинай Богатеть Это мы Читали Тоже Да блин Чё тут так Двери можно было Отсканить Какие то Аномалии На аномалии Теки Так ну по центру Вроде бы Всё По существу Как я должен А вот он официальный спуск Слушайте Часть Довольно Длинная Выходит Я Не хотелось бы конечно Успеть её пройти до конца Но Мы Просто затянемся Поэтому И так уже Очень долго В общем Уток сегодняшний Мы прошли вторую гоночку С Барменшей Спорт смерти Второй мы отправились На встречу с Панам Оказывается Соло похитили Главаря их клана Вот мы Уже проникли на их базу Нашли где его держат Знаем что он живой Зачистили основное помещение Отправляемся в подвал Где он Ну и почти Выполнили это задание Поэтому Если вы ещё этого не сделали Обязательно подпишитесь на канал Поставьте лайк Включите все уведомления Не забудьте Написать комментарий Под этим видео И увидимся с вами В следующих видео Нашим с вами Старом Добром Консервативном Канале Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok